Привет всем! Решил перебрать свои коллекции с монетами юбилейными европейскими и подумал, что, наверное, многим будет интересно. Не каждый знает, что в Европе также есть юбилейные монеты. Вообще юбилейные выпускаются вот такие вот монеты 2 евро. И каждая страна может выпустить где-то одну, максимум, две монеты в год юбилейные. Есть вот такие вот специальные монеты, недавно вышли, например, 5 евро. Тоже увидим. Есть у меня 5 евро с таким вот пластиковым кольцом. Ну, в общем, очень интересно собирать такие монеты, поскольку в основном они про разные достопримечательности. Ну, вот здесь у меня, посмотрим потом подробнее, разные монеты, разные достопримечательности, замки, например, те же немецкие. Ну, и вот уже много у меня, несколько ящиков, да, без перебора. И давайте вот посмотрим, как же выглядят эти монеты юбилейные. Также у меня рубли большой ящик и с рублями юбилейными тоже посмотрим. Ну, вот, захотел немного перебрать. Ну, что ж, начнем, наверное, с ящика. Здесь у меня самое такое для меня ценное, да. Здесь у меня самые разные монеты по годам расслаблены. Вот 2017 год и, собственно говоря, эти монеты с разными достопримечательности. Вот, кстати, у нас есть и Чемпионат мира по футболу в России. Ну, и вот, пожалуй, самые ценные экземпляры. Это те самые 5-евровые монеты, да. Каждый год они сейчас выходят в Германии. Это вот самая, наверное, ценная на данный момент монетка. 5 евро, самая первая с голубым кольцом планеты Земля. Сейчас такая стоит где-то в районе 50 евро, да. Ну, в основном все остальные монетки у меня вот сразу же после нее была с красным кольцом. Она уже где-то, наверное, евро 15 стоит эта монетка. Ну, а коллекционные 2-евровые самые разные цены, да. Ну, у меня, конечно же, самые простые там стоят, может, 3, 5, 10 евро. Но бывает, да, вот многие ищут разные монеты разных стран. Например, Ватикана, маленьких стран или Монако. Те доходят даже до нескольких тысяч евро, да. То есть, если повезет, вот так кто-нибудь сдачу даст такой монеткой, то можно смело ее сохранять. Например, у меня здесь есть 2017 год. Видите, в идеальном состоянии это у нас, кто это? Это какой-то Ливио, да, может быть, какая-то итальянская монета. Ну, в общем, самые разные страны. Иногда очень легко угадать, какая монета, из какой страны. Вот, по-моему, у нас здесь известный мореплаватель, да. Это у нас Португалия, да, видите. Ну, и вот разные знаменитые личности, либо какие-то достопримечательности вроде Колизея представлены на этих монетках. Да, ну, вот у меня нескольких таких палеток. Разный годов 2016 года. Это вот разные замки, да, если мы берем Германию, то вот такая вот монетка с 2016 года. Нет, это у нас Сан-Марина как раз, да, Сан-Марина, какой-то замок Сан-Марина. Ну, вот эта уже монетка такая достаточно ценная, может быть, в районе 10 евро. Ну, и много у нас здесь, например, футбольных разных событий, когда происходят. То есть, вот такие вот монетки с разных стран европейские, да, Италия, Испания, Германия. Ну, вот, повторюсь, да, раз в год, иногда два бывает так. Но в основном каждый год одна монетка в одной стране выходит специально. И их вот интересно собирать. В отличие от русских монеток, да, здесь действительно какие-то исторические события запечатлены или какие-то достопримечательности. Хотя, ну, вот, например, посмотрим эту монетку, как раз ДНД, видите, во Франции, к какому-то, к какому, к юбилею, да, 44-й, 2004-й и, а, 2014-й, да. Вот, например, у нас парк Гуэль в Барселоне, да, с черепахой, испанская монетка. Ну, и разные, разные другие личности, достопримечательности, да. Вот у меня тут с Люксембурга есть много монеток, с Португалии, ну, и вот, то есть, такие монетки. Да, их можно, иногда они попадаются в обычной жизни, иногда даже редкие некоторые монетки попадаются в обычной жизни. Ну, вот, или если в отпуск какой-нибудь ехать в другую страну, то обязательно расплачиваюсь бумажными деньгами, чтобы на сдачу получить монетки, и часто какие-нибудь, вот, даже в супер, вот, идеальном качестве только с банка попадаются разные коллекционные монеты. Ну, и вот, здесь у меня просто распасованы, ну, посмотрим сейчас. Да, вот, 2009-й, видите, совсем старый, например, Олимпийские игры в Афинах 2004-го года. Ну, вот, конечно, чем старее монетка, тем сложнее их найти. Либо, вот, Олимпийские игры в Турине, в Италии, в 2006-м, зимние. Ну, вот, когда Олимпийские игры в Европе, то практически всегда на них сопровождается монетка. Либо, вот, чемпионат был Европа, Европа, да, Европа был по футболу во Франции. И тоже где-то у нас-то монетка с кубком, но, может быть, еще не перебранная она у меня. Ну, вот, такие вот самые такие мои здесь ценные экспонаты. Хотя, на самом деле, конечно, никакие не ценные, да, здесь нет каких-то супередких монет. Только то, что где-то удалось найти, получить на сдачу, ну, и так далее. Так, посмотрим, что у меня здесь сохранено. Вот, здесь я тоже, так, здесь, собственно говоря, разные монетки, да, контейнер для мелочей. Вот, кстати, такие очень прикольные контейнеры, да, покупал у Леонардо, по-моему, дешевые были достаточно. И, а, ну, здесь я просто складываю немецкие монетки, видите, вот, просто попадаются в обиходе, но в суперидеальном качестве. И просто, вот, я их так складываю, разные замки. В основном, в Германии это замки, да, вот, например, Нойшвайнштайн, самый известный замок в Баварии. Ну, и вот такие коллекции. Так, здесь у меня, здесь у меня, а, здесь у меня как раз вот эти вот суперценные монетки 5 евро. Эта синенькая, да, которая, я говорю, самая дорогая в моей коллекции. Ну, когда я ее покупал, она была ровно 5 евро. Несколько лет назад ее можно было прийти в банк, купить за 5 евро, одну в день, одному человеку. Ну, вот сейчас-то очень редкая монетка, где-то около 50 евро. Вот вторая с красным кольцом, уже не такая редкая, наверное, в районе 15-20 евро сейчас стоит. Ну, и дальше просто вот у меня разные монетки, Нойшвайнштайн и другие. Вот, кстати, были специальные такие монетки к выбору канцлера Германии, да, Ангела Меркель тогда, как просто позолоченная 2 евро. И, например, вот к тому, как Германия стала чемпионом мира по футболу в 2014 году, такая вот специальная монетка цветная, да. Ну, то есть, вот тут разные у меня повторки. Так, снова некоторая группа монет, ну, и здесь уже они не в суперхорошем качестве, просто разные, которые попадались вот в жизни, когда давали сдачу. Монеты, которые не в самом лучшем качестве, но, тем не менее, юбилейные, либо повторные, да. Вот, кстати, снова у нас монетка к чемпионату мира по футболу, чемпионату Европы по футболу, да, во Франции. Вот так вот она выглядела, кубок, и здесь у нас написано, да, UEFA Евро 2016, да, Франция. Вот, 2016 во Франции, ну, и много снова разных таких юбилейных монеток. Вообще, я знаю, что вроде бы как в России тоже достаточно популярно собирать разные монетки. Ну, вот это, кстати, очень ценная достаточно монетка, ну, видите, вот не в хорошем качестве. Это какая-то монета с... написано у нас... не знаю, с какой стороны, но это вот просто дали на сдачу такие вот монетки. Так, что у меня здесь еще? А, есть вот такие вот книжечки, кстати. Каждой немецкой монете они выходят, да, например, 25 лет. Единство Германии, Западо-Восточная, то есть вот у нас здесь некоторый текст. И 5 монеток, 5, потому что 5 монетных дворов в Германии, и вот так же ценно собрать все 5 монеток с каждым монетным двором. Ну, и вот другие карточки у меня, да, каждый год выходит. Новая монетка в Германии, 2007-й, видите, один замок с одного региона, потом с другого, 2006-й. Бавария, Нойш-Вайнштайн, конечно, самый известный замок. Ну, и вот в Германии, собственно говоря, принято замки на монетках выпускать. Бремен, хотя вот Роланда статуя в центре города. Гамбург, Хессен и Баден-Вюртенберг. В общем, иногда, правда, выходят специальные монетки, да, например, падение Берлинской стены, или, видите, вот 10 лет евро, вот так отметили, или 30 лет флагу Европейского Союза. Ну, то есть, вот такие дополнительные специальные монеты иногда выходят. Так, снова у меня здесь некий футлярчик для хранения, капсулы, ну, и ничего такого особенного. Так, что еще здесь у меня? Еще какие-то, о, смотрите, специальная монетка к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, вот так вот запакованная, необычная, ну, и вот. Тоже такая необычная монетка. А, вот также удалось раздобыть совсем случайно такую вот, как с пятью, всеми монетами, всеми монетными дворами Германии, это вот как раз 2000 какого-то года Баден-Вюртенберг, по-моему, да, да, не, Нидерсаксон, другой регион, ну, вот такая вот специальная серия 50 тысяч штук всего. Так, это вот как раз обычные самые евро, которые в обиходе ходят, это у нас Латвия, да, когда встала, вступила в зону евро, то выпустила монетки. Вот такая вот специальная карточка с каждой из монеток Латвии о стране, 22 миллиона человек и столица Рига. В общем, такая вот история. Так, ну что ж, это я отложу пока что в сторонку. Так, здесь у меня вот из последнего что-то, а потом уже перейдем к рублям. Там тоже много всего интересного. Так, собственно говоря, карточка к этой первой монете 5 евро с этим необычным пластиковым кольцом. Ну, вот снова у меня здесь одни из последних монет 2019-18 годов, еще не перебранные, не запакованные в капсулы. И здесь вот разные самые конституции какое-то принятие, самые разные монетки, да. Единство, Португалия, часто в Финляндии, по-моему, разные животные. Так, вот это 5, собственно говоря, монетных дворов. А, нет, да, 5 монетных дворов-то объединений Германии насобирал. Ну, то есть вот в обычной жизни часто попадаются, часто попадаются действительно юбилейные монетки. Да, иногда вот покупаю на сайте одном. Ну, здесь у нас какие-то монетки, которые в основном в Испании, Италии, те, которые не так-то легко достать. И, ну, здесь, конечно, чемпионат мира по футболу в России. И, да, здесь много этих 5 евро монеток. Вот как раз этого года зеленая монетка. Нет, прошлая зеленая была 2019-го. Это у нас, да, такая вот 5 евро монетка, тоже с зеленым кольцом. Ну, и, собственно говоря, здесь у нас разные... А, вот, кстати, новинка. Тоже надо было раз в день получить только одну монетку. Это вот прям совсем новинка-новинка. Вышла в прошлом году, да, первая монетка 10 евро в Германии, которая у нас тоже с таким вот белым кольцом внутри пластиком. И называется Воздухана. Ну, то есть, вот тут у меня разные монетки не перебраны. Рубли, в том числе, десятка рублевая из России. В общем, много-много разных монеток. Но, вообще, рублевые монетки у меня прям отдельно лежат. И сейчас давайте их сразу же посмотрим. Разные монетки, но вот мои коллекции, которые есть на данный момент, да, так, ну, здесь просто разные старые монетки. Двухрублевые, пятирублевые, да, просто по капсулам разложено. А вот, кстати, да, Олимпийские игры в Сочи тоже есть. Ну, вот самые мои любимые, это монетки, которые как вот специальная серия, такие, конечно же, военные. Многие собирают, тоже думаю, это вот 73 победы. И вот в Леонардо такие, можно встретить наборы для этих монет. И здесь у нас, смотрите, какие красочные наборы, прям про все битвы. Очень-очень хорошо сделано, прям даже интересно познавательно почитать. И, собственно говоря, Берлинская операция, Венская операция и вот все битвы. Сколько орудий, сколько самолетов, сколько человек участвовал в каждой битве. Очень классно оформлено, я думаю, отличный подарок вот коллекционерам был бы. Такие наборы. Вот здесь у меня сколько их? 18, да, монет в наборе, 70 Люди Победы. Ну, вот уже это 5 лет как этому набору. Может быть, вышло 75 лет, пока не знаю. Ну, давайте посмотрим, кто у нас еще. Города столицы, государство освобожденных. Тоже такой вот военный альбом. Здесь у нас снова пятирублевые монетки. Очень хорошо тоже оформлено, с пояснениями и вот с самыми разными. Здесь у нас города представлены. Да, Рига, Бухарест, Кишинев, Минск, Киев, Варшава. Ну, то есть вот очень тоже классные наборы на подарок. Так, кто у меня тут еще есть из такого, что может быть действительно интересно? О, это тоже классный набор про войну 1812 года. Это было к юбилею тоже, да, в 2012 году. Здесь у нас разные 200-летие победы, да, в отечественной монете 1612 года. И здесь у нас двухрублевые, да, монеты. Да, двух и пяти. И то есть, видите, тоже очень подробно здесь карта. То есть такое прям изнание Наполеонской армии из России. И вот разные у нас здесь, да, вот тоже Атаман Платов, например, есть, да. И, собственно говоря, битвы, сражениям, да, посвященные монетке. Ну, вот тоже классные такие упаковки. Можно в интернете также найти. Некоторые я в интернете, по-моему, покупал. Ну, и вот снова 10-рублевые монетки. Здесь, к сожалению, еще не все удалось мне собрать. У нас войны, вооруженные конфликты. Здесь разные города-герои. И, ну, вот повторюсь, да, немецкий мне больше нравится, поскольку в русских все-таки часто вот это города какие-то, гербы, которые никто не знает. Хотя, мне кажется, здорово было делать, как в Европе. Делать действительно какие-то достопримечательности, да, там, собор Василия Блаженова, например, тот же. Или в Санкт-Петербурге, тот же Петергоф изображает на монетках. Ну, вот такой классный альбом для советских рублей. Ну, тут у меня, прям, скажем, почти ничего нету, что удалось найти, кто нашел. Разные советские рубли, монеты СССР, но, к сожалению, да, немного у меня здесь всего. Так, здесь просто какой-то альбомчик, да, был для временного хранения монеток. Сейчас как раз займемся его заполнением, да. О, Сочи-14. Сочи-14, собственно говоря, Сочи-14, конечно, тоже, я думаю, есть у многих коллекционеров. И здесь у нас памятный монеток. А, порвалась мне эта книжка, да, собственно говоря, 4 монетки. Все 4 монетки и, наверное, еще 100 рублей, конечно, здесь, да, 100 рублей. Куда же без них. Ну, и тут вот Олимпийские игры и все такое, медальный зачет. В общем, такая достаточно симпатичная коллекция. Ну, вот что-то немножко порвалось у меня эта книжечка. Так, отложим сторонку. Так, дальше у меня здесь, да, вот такой вот сборник больших 10-рублевых монет. Ну, вот он у меня достаточно большой в итоге. А, нет, нет, значит, нет. Подзабыл я, нет, достаточно не такой уж и большой. Да, много у меня тут нет. Я бы сказал, большинство нет у меня монеток. Ну, и вот из интересного, кстати, было бы это, да, 170 лет русскому географическому обществу. Ну, такая специальная монетка выходила, мне так дано, 5 рублей вот в такой вот упаковке она. Так, что еще здесь у меня? Ну, много разного, да. Конечно же, о, снова книжечка с этой 5-рублевой монеткой второй. Климатическая зона, земля. Так, конечно же, 100-рублевые купюры с Крымом, с Сочи. И есть у меня еще, что у меня здесь, есть еще, есть еще, а, ну, это у меня несколько монеток Сочи, да, удалось раздобыть несколько таких вот по 8 монет-палеток с Олимпийскими играми в Сочи, да, еще раз вкладыши, которые давались к монеткам немецким. Ну, и, в общем, вот так вот, собственно говоря, все, да, разные, разные такие маленькие монетки. А, ну, может быть, еще вот, интересно. Так, что это, 10 рублей. А, так, Крым, Севастополь, да. И потом, да, так вот, несколько их. Потом, а, универсиада в Казани, да, специальные были две монетки, ну, видите, 10-рублевые достаточно так быстро портятся, да, кстати, в отличие от европейских, они не так сильно портятся. Так, здесь у меня, а, те самые двухрублевые монетки, которые многие раньше собирали, ну, вот, к сожалению, нескольких, все-таки двух не хватает. И Пушкина тоже нету, было у меня их несколько, но где-то потеряли 70 лет победы снова. И, в общем-то, на этом, на этом все, да, здесь какие-то неперебранные монетки. Ну, и, ну, и, собственно говоря, все, да, как раз то, что надо перебрать, какие-то десяточки. В общем, вот такие вот у меня коллекции. В основном, конечно, все-таки собирают двухевровые монетки. Ну, и вот такие вот специальные серии рублей, как, например, посвященные 70-летию победы. Ну, что ж, пишите в комментариях, собираете ли вы монетки. Ну, вот, нравится мне это делать. Особенно вот эти 5-евровые монетки, вроде как 5 штук их должно выйти, с такими пластиковыми коллекциями. Ну, и вот специальные серии тоже интересные. Посмотрим, будет ли к 75-летию победы. Пишите в комментариях, собираете ли вы монетки. Всем спасибо. Пока-пока.